В нашей теме ЭБС и онлайн обучение. Как использовать университетскую библиотеку онлайн при переходе в УЗА в онлайн. У нас сегодня вебинар будет такой достаточно комплексный. Мы о многих вещах поговорим. Начнем, пожалуй, с того, с чего обычно я начинаю говорить про ЭБС. Один из первых наших слайдов вот такой. О том, что наш такой типовой слоган университетской библиотеки онлайн больше, чем ЭБС. Причем этому слогану уже очень много лет. Мы давно взяли направление на развитие различных форм контента, в частности на мультимедиа контент, который, собственно, и может являться основой для онлайн обучения. Остальные пункты, которые здесь приведены, они в меньшей степени имеют отношение именно к онлайн обучению. Ну вот, различные формы электронного контента имеют, потому что, собственно, онлайн обучение так или иначе основывается на электронном контенте. Сейчас не будем поднимать вопрос, в каком именно, потому что разные формы онлайн обучения по-разному используют онлайн контент. Некоторые такие, как, например, курсы MOOC, они массовые онлайн курсы, они почти полностью на контенте основываются. Другие имеют контент в качестве контентной поддержки к более плотному онлайн общению преподавателя со студентами. Ну, так или иначе, контент нам необходим. И в данном случае, конечно, речь идет и о традиционном книжном контенте в электронной форме, и о мультимедиа контенте как некой альтернативе и дополнении, удачном дополнении книжного контента. Если книжный контент способен дать наиболее подробное описание, так сказать, знаневую составляющую того, что необходимо усвоить студенту, то мультимедиа контент, такое, например, как учебный видеоконтент, частично аудиоконтент, интерактивный контент, они более хороши для того, ну, для знаниевые компоненты тоже достаточно хороши, но также они гораздо лучше текста, нужны для того, чтобы нарабатывать навыки. Вот. И такой мультимедиа контент у нас есть. Про последнюю строчку, Директ Академию. Ну, во-первых, вы сейчас в ней находитесь, поэтому многое уже про нее знаете, а во-вторых, я расскажу про нее в конце нашего, во второй части, скажем так, нашего сегодняшнего вебинара. А пока все-таки про ЭБС как таковую. Как я уже говорил, у нас есть... Я немножко повторяюсь, вкратце повторюсь то, о чем я говорил на прошлом своем вебинаре 16 июня. Но это будет краткое повторение, в основном будет новый материал. Итак, у нас есть такая фича, что библиографические описания, они у нас появляются еще на этапе предпросмотра. И это тоже очень важно, потому что если все общение идет в онлайне, то крайне, как правило, очень мало времени на то, чтобы нормально научить студента или молодого ученого, или аспиранта основам библиографии. В основном, конечно, идет обучение непосредственно по тому предмету, который изучается. Вот, поэтому некоторые дополнительные такие подкладки, что ли, или костыли в виде возможности скачать правильное... Прямо копипейстом, забрать правильное библиографическое описание той книги, на которую надо сослаться, это очень важно, и мы это практикуем уже очень давно. Но у нас это вот можно взять вот здесь. То же самое касается и списков литературы книги. Если в книге есть список литературы, то он у нас воспроизводится еще на раннем этапе, до того, как вы даже перешли к чтению. Вы можете посмотреть, есть ли тут интересные издания, вот, также скопировать, если необходимо, отсюда информацию. Вот, и уже позже перейти к, собственно, чтению книги. Наконец, сама читалка. О ней я сейчас рассказывать не буду. Буду напомню только об одной возможности, которая находится в блоке интерфейса под номером 3. Это возможность скопировать текст, скопировать несколько страниц, точнее, три страницы учебника за один раз и вставить его в свое собственное производное учебное произведение. Это больше интересно, конечно, не студентам, а преподавателям, которые хотят, ну, вместо того, чтобы пересказывать какой-то учебник чужой, что, в принципе, позволяется, могут вставить прямо вставки из учебника, сделать в свой электронный курс. Обращаю ваше внимание, что если вы это сделаете из учебника просто копипейстом, то это будет нарушение авторского права. Ну, если речь не идет, конечно, о короткой какой-то цитате, цитаты, конечно, допустимы. Но вот достаточно большие объемы текста, это уже не подпадает под понятие цитирования. А здесь вы это можете сделать по той причине, что вставка осуществляется внутри нашей читалки. То есть вы как бы воспроизводите мини-возможности нашей ЭБС прямо на своей странице, например, в своем курсе. Вот. И можете это делать произвольное количество раз. Почему это, собственно, является легальным способом? Потому что чтение каждой страницы, оно приводит к некому событию в нашей ЭБС. У автора добавляется количество страниц, которые прочли, кто-то прочел. И, соответственно, это каким-то образом сказывается на его гонорар. Вот. Выглядит это примерно так. Если нажать на эту кнопку, то получаем примерно вот такой вот результат. Получить код вставки. И здесь можно указать, с какой по какую. Если речь идет о нашей LMS Moodle, которая реализуется у нас в DirectMedia, то можно вставить... Это закрытая система, и в нее можно вставить любой по объему фрагмент текста. А если речь идет о существенно внешнем и открытом ресурсе, то тогда речь идет о любых трех страницах текста. И это за один раз. То есть это не значит, что нельзя потом забрать еще три страницы. Но вот таким вот образом по три страницы можно это делать. Ну и вы видите вот тут код вставки, либо непосредственно ссылка на страницу, которую можете получить и использовать. Код вставки можно использовать в том случае, если вы имеете доступ к HTML-коду своего курса или какой-то своей страницы. Если нет, то можете использовать прямую ссылку. Также, возвращаясь чуть-чуть назад, и говоря о том, что книги, конечно, тоже являются в электронном виде, являются подспорьем для онлайн-обучения, хотел бы отметить возможность формирования книжной полки, которая делится со студентами. То есть возможность набрать, предоставить студенту не просто ЭБС, а некий набор книг, который ему нужен, особенно на младших курсах, это очень важно. То есть когда молодой студент, бывший ученик школы, попадает в ЭБС, то он может поначалу и не сдюжить с поиском или с подбором книги из 150 тысяч различных изданий. Ну, как это обычно происходит и в библиотеке тоже. То есть не сразу студенты начинают пользоваться каталогом правильно, проходит какое-то время. Поэтому каким-то образом им облегчить работу позволяет книжная полка, что, собственно, не исключает и необходимости обучать их пользоваться различными ЭБС, пользоваться поиском, пользоваться подбором и так далее. Ну, это уже другой вопрос. Книги можно, книжные полки можно дублировать, можно среди них искать, ну и самое главное, можно передать ссылки на них студентам. И тогда они получат их у себя в аккаунте. Немножко подробнее поговорим об интерактивных тестах в ЭБС. У нас такая возможность, ну, относительно давно реализована, но в последнее время она прошла модификацию, и этот инструментарий у нас улучшился. Тесты у нас, ну, так как у нас все-таки ЭБС, а не ЛМС, не система управления обучением, да, то у нас тесты привязаны к какому-то, как правило, привязаны к какому-то изданию, и, соответственно, наш тестовый движок адаптирован под это. Другими словами, автор или преподаватель, который использует какую-то книгу, может сделать к нему тесты, привязать эти тесты к отдельным разделам книги, и, соответственно, эти тесты после соответствующей модерации с нашей стороны станут видны вот таким вот образом. Здесь вот желтым цветом выделен этот вариант. это вот прямо в режиме предпросмотра уже доступны, то есть страница предпросмотра, уже здесь доступны тесты к изданию, и также они доступны в читалке. Внизу, видите, тоже есть тесты к изданию, если они присутствуют в данном издании. То есть можно читать и параллельно тестироваться. Конечно, для преподавателя интерес представляет не только возможность тестироваться, но и возможность создать тест. И вот тут я совсем вкратце опишу возможности нашего тестового движка. Первое, что можно сделать, это создать новый тест или модифицировать один из старых. Обращаю ваше внимание, чтобы иметь доступ к конструктору тестов нашей ЭБС. Пока эта функция недоступна преподавателю или библиотекарю по умолчанию. Надо послать заявку для того, чтобы вас подключили к этой возможности. Ну, это связано с некоторым периодом, который мы пока не прошли, период апробации нашего инструмента. Поэтому, кто хочет это сделать, несложно через свою библиотеку обратиться к нашему менеджеру, либо непосредственно сразу в нашу техподдержку и вас подключат к возможности делать интерактивные тесты, если вы обладаете правами не ниже преподавателя. То есть студентам эта возможность закрыта пока. Ну, и, видимо, вообще будет закрыта. Это все-таки прерогатива преподавателя. Тесты сразу отображаются в вашем аккаунте, то, что вы делаете. Вот, чтобы они стали общедоступными, они должны пройти с нашей стороны модерацию. Ну, это некий аналог редактуры, что ли, или что-то вроде редактуры для опубликования самого электронного издания. Вот, надо понять. Тут, я думаю, что модерация в основном будет формальная с точки зрения правильности привязки теста к соответствующим разделам, и вряд ли будет тестологическая в том смысле правильности построения самого теста. Ну, тем не менее, модерация... Ну, да, ну, еще, конечно, речь идет о правильности текстов в тестах как таковых. Да, то есть, чтобы там было все... Ну, о корректуре, другими словами. Как я уже говорил, структура теста... У нас некий особый тестовый движок. Обычно так не делается в системах управления обучением. Но у нас это можно. Структура текста... Вы ее можете сделать многоуровневой и можете привязать к разделу-подразделу учебника, к которому... Издание вообще, к которому вы этот текст... Тест делаете. Вот. Ну, вот тут как раз на скриншотах видно, как организовать новый раздел-подраздел или отредактировать его. Вот примерно так это делается. Достаточно просто. Можно также переносить вопросы между разделами, если есть в этом необходимость. Вот при помощи этого инструмента стрелка вверх-вниз и дополнительного поля ввода. Также. Какие возможности нашего движка? Ну, они достаточно типичны для тестовых движков такого уровня. Что я имею в виду под таким уровнем? Да, ну, бывают тестовые движки очень сложные. Вот, например, тестовый движок в Moodle, он реализует огромное количество доступных вариантов тестовых заданий, там, наверное, 20 или больше, вот, с перетаскиваниями, со всякими интересными штуками, интерактивностями и так далее. У нас базовые четыре варианта тестовых заданий. Это выбор одного или нескольких вариантов из многих, то есть типовой multiple choice, как говорят тестологи. Это вариант тестового задания в закрытой форме, так называемый. Это текстовый ответ или задание в открытой форме, которое, как я не устаю повторять, следует избегать как только можно. Оправданием для такого тестового задания является очень краткое, краткие ответы однозначные, когда там одна буква или одно число или какое-то краткое слово, которое других трактовок не допускает нам, какой-то год, если речь идет об истории. Вот в этом случае тестовое задание в открытой форме вполне допустимо. И два других классических варианта тестовых заданий – это на сопоставление и на последовательность, на установление последовательности. Сопоставление – это когда у вас есть два списка и списку слева надо сопоставить, не списку, а точнее, а каждому элементу списку слева надо сопоставить что-то из списка справа. При этом списки могут быть разной длины, но это уже нюансы. И на установление последовательности тоже классический вариант тестового задания, когда надо что-то расставить в каком-то порядке. В порядке возрастания какой-то величины. Ну, классический пример, опять же, это даты, точнее, события, которые надо распределить по датам. Что происходило, в какой последовательности происходили, там, например, события начала войны 1812 года. Тильзитский мир, континентальная блокада, нападение Наполеона на Россию, Бородинское сложение. Ну, вот как-то вот так. Надо их расставить в нужной последовательности. Впрочем, это не только в истории, это вообще очень популярный тип вопроса. Ну, и, скажем так, рекомендуется в тестологии определенное количество тестовых заданий, там, 15-20%, ну, иногда больше, делать именно такими, на сопоставление и на последовательность, потому что они позволяют проверить больше некие такие креативные функции или, скажем, анализ более чем закрытые тесты, тестовые задания в закрытой форме. Вот. Ну, это такое небольшое отступление в область тестологии. Больше не будет их. Это просто комментарий о том, что мы применяем четыре типа классических тестовых заданий. Кроме этого, у нас возможно присоединение к вопросу, а также присоединение к ответу. Ну, вообще, на самом деле, слово вопрос применять не рекомендуется. Лучше применять слово тестовое задание. Ну, тем не менее, вот привилось это все-таки, потому что вопросы не формируются. В нормальном тесте вопрос не формируется в форме вопроса, в вопросительной степени. Он должен быть утвердительным обычно. Вот. Ну, тем не менее, я обещал в тестологию не увлекаться, да, тем не менее, к любому тестовому заданию, формулировке тестового задания, либо к любому из ответов, вы можете присоединить некий мультимедийный файл. И этот файл вы можете передать либо ссылкой, либо загрузкой с вашего компьютера. Какие это могут быть виды мультимедия? Картинка с вашего компьютера. Картинка по прямой ссылке. Я надеюсь, вы меня простите, то, что я употребляю компьютерный сленг, да, и говорю картинка вместо слова изображения. Картинка по прямой ссылке из интернета. Видеофайл, прошу прощения, тут не дописал, до 20 мегабайт размером с вашего компьютера, загрузкой с компьютера. Видеофайл любой длины с YouTube, причем с возможностями таймкода. Это означает, что вы можете вставить, например, полуторачасовую лекцию, но поставить там таймкод, что начинать проигрывание с 20 минуты. Теоретически можно даже поставить таймкод, проигрывать с 20 по 21 минуту. Дальше можете загрузить аудиофайл с вашего компьютера до 20 мегабайт размером, либо аудиофайл из интернета по прямой ссылке. Вот такие возможности есть мультимедийные у нас. мультимедия можно... У нас есть простой визуальный редактор для позиционирования, масштабирования различных мультимедийных объектов относительно текстов, чтобы выглядело это все приемлемо, а не просто обы где эта картинка появлялась. Можете подправить ширину, высоту, пропорцию и так далее. Поместить картинку слева, справа, по центру. Простейшие настройки, но тем не менее их надо сделать. Какие еще есть возможности? Текстовые тесты, те, которые без мультимедия, можно импортировать и экспортировать в формате GIFT. Формат GIFT это один из стандартных форматов для переноса тестов между разными системами тестовыми. То есть, если вы сделали 500, огромный тест из 500 вопросов в одной системе, и вдруг эта система перестала работать, или вам надо из нее уйти, то разумным решением будет являться тест экспортировать в формате GIFT. Ну, или его изначально держать в формате GIFT. Это простой текстовый формат, в котором при помощи определенных, ну, язык такой, похожий на язык программирования, но очень-очень простой, при помощи которого можно описать классические, многие классические форматы, даже не только эти четыре, но и побольше форматы текстовых вопросов. Вот, очень-очень удобно, и особо, когда тест ваш должен в разных системах воспроизводиться, это можно сделать. Ну, вот, например, если вы готовили тесты для Moodle, можете перенести их в EBS, или наоборот. Вот. Ну, по поводу GIFT-а больше говорить не буду, потому что это некий особый случай, это уже, опять же, тестологические вопросы. Вот. Ну, вообще, тому человеку, кто тесты делает, если он является автором теста, очень рекомендую GIFT изучить, потому что этот формат может очень сильно сэкономить ваше время при переносах. Где воспроизводятся тесты? Тесты воспроизводятся в каталоге EBS, вот здесь, ну, если они уже стали общими, то есть, если они вошли в число тестов, которые в EBS показываются всем. Вот. В противном случае они будут показываться только вам совместно с просмотром учебника, которому вы этот тест сделали. Что дает возможность... Да, вот из того, что мы реализовали заново, это мультимедийность в наших тестах, возможность помещать... Раньше у нас даже картинки нельзя было помещать, вот сейчас их помещать много, и это дает возможности в том числе для тестирования технических дисциплин, поскольку сложные формулы, они в тестах всегда передаются в виде картинки. Вот. А если картинку некуда вставить, то тогда и собственно трудно понять, как использовать тестирование для технических специальностей. Ну, а аудио-видео компоненты позволяют многое, конечно, но в том числе проводить тесты по аудированию для языковых специальностей, ну, не только, конечно. Вообще сделать что-то при помощи анализа видеофрагмента, это, ну, даже я бы сказал типовой прием, ну, например, в корпоративном онлайн-обучении, да, где вы, например, смотрите ролик, где общаются клиент, руководитель и менеджер, и дальше называете правильные или неправильные действия каждого из участников этого диалога. Так что видеокомпоненты, конечно, создают возможности, огромные возможности для того, чтобы модифицировать ваши тесты под то, что вам надо. Ну, и кроме того, так как есть возможность добавлять видео непосредственно с YouTube, это дает возможность воспользоваться практически неисчерпаемым учебным материалом из YouTube для формирования ваших тестовых вопросов. То есть ваши возможности по тестированию, они расширяются, ну, буквально на порядок. Ну, что ж, давайте немножко поговорим. Я традиционно начинаю и заканчиваю наш сезон, а сегодня у меня последний вебинар в качестве спикера с рассказа про нашу Директ-Академию, если, может быть, кто-то пока не знает. Вкратце несколько тезисов и цифр. Да, что мы из себя представляем? Да, ну, и почему я про нее рассказываю? Потому что проект Директ-Академии это, конечно, самый главный проект Директ-Медиа, компания Директ-Медиа, который непосредственно связан с онлайн-обучением. И мы интегрируем Директ-Академию с остальными продуктами нашей компании. В ЭБС можно просмотреть наши вебинары, наоборот, наши вебинары часто бывают про ЭБС и так далее. Ну, кроме того, конечно, Директ-Академия и самостоятельное значение как онлайн-проект имеет. Ну, и вот первый вопрос, что такое Директ-Академия? Прежде всего, это площадка бесплатных вебинаров, вы сейчас на ней находитесь. А второе, это онлайн-школа, это наши онлайн-курсы, которые мы проводим достаточно часто. это просветительский образовательный проект. С одной стороны, просветительский, потому что у нас много тем, связанных с просвещением, то есть не связанных непосредственно с образовательным процессом, где после какого-то вебинара вы научаетесь что-то, уже конкретно какой-то навык приобретаете, а просто приобретаете некую правильную знаниевую подкладку, да, как говорится, имеете представление о чем-то, что от вас может быть достаточно далеко, но очень интересно и расширяет ваш научный и преподавательский кругозор. Это очень важно, потому что имея узкий кругозор, вы, даже являясь хорошим специалистом, многое не сможете сделать. А второе, это все-таки образовательный проект, потому что часть наших вебинаров направлена на то, чтобы после них вы уже что-то смогли сделать. Ну и, как я говорил, четвертым пунктом Директ Академия интегрирована с другими проектами Директ Медиа. Более того, наверное, степень интеграции со всеми проектами наиболее интегрирована, потому что мы у себя рассказываем про все, что есть в компании Директ Медиа. Для кого мы? Преподаватели и сотрудники вузов, учителя, руководители и сотрудники библиотек. Это наши первоначально костяк нашей целевой аудитории, который существовал еще в связи с тем, что наш флагманский продукт, несомненно, это наш ЭБС. Также работники наших работники дошкольных учреждений. У нас, как вы, может быть, знаете, есть цикл вебинаров «Новое поколение», которые у нас делают наши коллеги, специальные люди этим занимаются, и там вебинары для работников дошкольных учреждений проходят у нас. Это, конечно, издатели, это учащиеся, особенно старших курсов и аспиранты. Ну, и дальше все, кто учит и учится, то есть есть сейчас такое слово, которое, в общем, раньше не очень любил, но волей-неволей приходится его использовать, это слово «образованцы», то есть те, кто имеет какое-то отношение к образованию. Мы стараемся делать настолько широко наши вебинары, чтобы всем, кто имеет отношение к области образования, они были интересны. Какие у нас темы? Каким тем мы придерживаемся? Это преподавательские темы, чисто преподавательские, по методике, по дидактике, по технологии в образовательной деятельности. Возможно, у нас есть некоторый крен в область технологий, но это связано в основном с вашими желаниями, потому что преподаватели очень хотят знать инструменты, ну, по крайней мере, им кажется и нам тоже, что это достаточно хороший путь к быстрому освоению неких новых идей в образовательной деятельности. Далее, мы освещаем онлайн-обучение электронный контент, в том числе вопросы создания электронного контента и вопросы электронного обучения, как его организовывать. Предыдущий пункт касался, разумеется, не только онлайн-обучения, а обучение вообще. Вот, но онлайн-обучение сейчас является органичной частью обучения вообще. Более того, между ними, в общем, такая зыбкая граница, что я думаю, что скоро мы вообще не будем употреблять слово онлайн-обучение, а будем говорить слово обучение, подразумевая под этим то, что онлайн входит тоже туда. Дальше, информационные технологии вообще, так как многие информационные технологии, не являясь непосредственно образовательными инструментами являются тем не менее инструментами общей культуры, без которых образование, нормальная образовательная деятельность невозможна. Поэтому в этом направлении мы тоже работаем. Далее, это проекты и продукты директ-медиа, то есть то, с чего мы когда-то 8 лет назад начинали, мы рассказывали только про наши продукты нашим клиентам, но мы уже этот этап давно переросли, тем не менее продолжаем это делать и по сей день. Ну и наконец мы выполняя вот нашу функцию не только образовательного, но и просветительского проекта, рассказываем об науке в образовании, о науке вообще, о научном методе, борьбе с лженаукой, были у нас такие вебинары, были общие образовательные вебинары, посвященные космонавтике, посвященные теме мирного атома и аварий на АЭС, в общем, достаточно широкий круг таких научных вопросов тоже мы касаемся. Несколько цифр, 1200, вот по моим подсчетам вебинаров мы примерно провели, из них, вот, как я уже говорил, примерно 950 уже в виде готовых записей на нашем канале на YouTube находятся, это только открытые вебинары, потому что мы еще ведем вебинары конкретно по заказам вузов, мы их в открытый доступ, как правило, не выкладываем, но вот они тоже у нас есть, то есть вот общее число вебинаров приближается, наверное, к такому числу. Около 50 курсов мы уже провели, у нас в той или иной степени отметились около 200 спикеров, и на наших вебинаров побывали около 70 тысяч участников. Вот, какие-то спикеры у нас были один раз, какие-то спикеры у нас постоянные, ведут вебинары один-два раза в месяц и даже иногда чаще. Вот, так что вот так это соотносится примерно с числом вебинаров, о которых я говорил. У нас, да, у нас большой канал, ну, я думаю, что для компании, для нашей компании это достаточно большой канал на ютюбе, около 8 тысяч, ну, уже больше 8 тысяч подписчиков у нас, более полутора тысяч часов записи выложено у нас на ютюб, это огромная просто база знаний, вот, еще раз здесь приводится ссылка на наш канал, на подписку на наш канал, вот, и обращаю ваше внимание, что наши записи, записи наших вебинаров выложены в с лицензией Creative Commons, это означает, что любую из этих, любую из этих записей вы можете полностью или частично использовать, в любом виде использовать, в частности, для, в качестве производного, чтобы сделать производное учебное издание из этого, ну, единственное требование лицензии Creative Commons это указание нас, как авторов, нас, то есть, компания Direct Media и непосредственно того автора, который создавал этот вебинар, в качестве авторов данной работы. Только в этом году мы провели 250 вебинаров и 25 онлайн-курсов, ну, примерно округлено до десятка и до единицы или двух в онлайн-курсах. Вот, десятки тысяч человек только в этом году наши вебинары посетили. Я думаю, что в этом году, в следующем году мы, ну, по вебинарам, наверное, уже эту цифру превосходить не будем, это будет наша стабильная цифра, а вот по онлайн-курсам может быть, даже и побольше будем проводить. кто наши спикеры. Спикеры, вот тут перечислены многие из тех, кто у нас был по категориям, руководители государственных органов, ну, в частности, у нас были ректора государственных вузов, руководитель книжной палаты и так далее. Издатели, библиотеки, разные, причем, библиотеки, представители библиотек как вузовских и учебных, так и публичных. Первые лица компании, в основном речь идет о компаниях, IT-компаниях или компаниях, близких к проблемам обучения. Известные ученые, авторы популярных книг, известные блогеры несколько раз у нас были. Мы старались, правда, не просто блогеров приглашать, а тех, кто имеет непосредственное отношение к проблемам обучения. Ну, наверное, самое широкое представительство это различные эксперты в различных областях, связанных с образованием, деятели образования и вендоры IT-решений, которые также имеют отношение к образованию. В частности, у нас побывали практически все производители систем дистанционного обучения. Ну, за малым исключением мы постараемся восполнить в следующем году это упущение. Почти все побывали. Какие компании у нас отметились? Это малая-малая доля. Ну, вот я набрал некоторые логотипы, которые мне показались важными. Это, например, мы активно сотрудничаем с российской Википедией, русской Википедией, прошу прощения, российской не существует, с русской Википедией. У нас были представлены компании, такие как Гиперметод, Степик, Открытые технологии, Мувави, Skyeng, одна из крупнейших в области образования компаний в России. У нас были государственные органы, такие как книжная палата, вузы, ну, вузы вообще часто представляются, но я здесь написал Костромской государственный университет, он был представлен ректором, ректор к нам приходил, продвинутый и современный ректор в Костровском государственном университете, пришел к нам, прочитал лекцию, кстати, лекцию про использование Википедии у них в вузе, он прочитал, ну, и, наконец, такая общественная организация, как некоммерческое партнерство «Теплица социальных технологий». Они очень молодцы, они большие молодцы, работают с электронным контентом и учат других это делать, поэтому они у нас провели несколько вебинаров. Ну, это только примеры, потому что здесь можно было, наверное, еще набросать логотипов издательств, которые у нас были, ну, и многих других. Ну, и давайте пройдемся буквально вот чуть-чуть по тому, что мы дали для образования, примеры тех вебинаров и курсов, которые у нас по образованию были. По методике. Ну, вот в качестве примера я хотел бы привести свой собственный вебинар, он не единственный, но один из, по учебному видео, как делать так, чтобы ролик объяснял, а не только показывал. Это вот чисто методический был вебинар, не по технологии создания учебных видео, а по методике их создания. 14 октября прошлого года он прошел, ну, возможно, в следующем году я его повторю. Ну, и вот здесь, чтобы не быть голословным, в этом вебинаре, вот в частности, я советовал, и сейчас вам советую приобрести книжку Лили Февра «Искусство объяснять», которая любому преподавателю, не только автору учебного видео, любому преподавателю, я считаю, может очень пригодиться. Ну, это так, к слову. по контенту, по контенту, по применению контенту и особенно по разработке контента, ну, тут у нас глаза разбегаются, я укажу только на на один трек вебинаров, который ведет Марина Орешко, она у нас, кстати, будет завершать наш сезон 29 июня. Ну, вот ее трек, который называется «Инструменты библиотекаря», на самом деле выходит гораздо дальше за рамки указанной темы, вот, и, по сути дела, это замечательный трек вебинаров по созданию электронного контента как в библиотеках, так и в обучении. Ну, и ее же курс, который, а нет, ну, вот пример одного из ее вебинаров бесплатных электронные книги, создаем электронные книги, интерактивные и мультимедийные, все эти ссылки кликабельны, но не здесь, то есть, если вы скачаете презентацию, то они будут кликабельны. Ну, и ее же курс, который очень популярный у нас тоже, информационные технологии в библиотеке, классе и аудитории. В прошлом году запускался в ноябре, я думаю, что в ноябре где-то этого года мы его обязательно повторим, потому что это один из лучших наших курсов. По организации обучения у нас достаточно много было тоже информации. Один из наших авторов по этой теме, который рассказывает про систему управления обучением Moodle, это Александр Гущин, у него тоже есть как бесплатные вебинары, так и курсы. Один из его курсов недавно прошел, вот он называется «Как создать электронный учебный курс на платформе Moodle». Будем его повторять, видимо, в следующем году тоже. Это уже был второй запуск данного курса. автор, который у нас по этому направлению работает, это Ирина Юрочкина. Она у нас специализируется на платформе для индивидуального обучения, когда работает преподаватель, ну, одиночка, если можно так сказать, про... Она рассказывает про платформу Google Class. Вот. И тоже у нее был курс в прошлом году, который мы собираемся повторять в... в начале октября, видимо, будущего года. Будущего сезона, не года, будущего сезона в сентябре. Сезон начнется. Про педагогические измерения. Это как раз про тесты, о которых я рассказывал немножко сегодня. У нас по этому направлению автор Татьяна Горишина работает. Ее вебинары периодически проводятся. Вот один из них прошел 10 сентября. Наверное, в начале следующего сезона тоже ее пригласим. Ну, и ее курс, который называется «Практическая тестология. Как разработать тест для проверки знаний». Очень важная тема. Мы эту тему обязательно сохраним. Возможно, название будет более широким. Ну, посмотрим. До осени еще есть время, и мы постараемся этот курс обязательно запустим. Ну, наконец, условно говоря, продвижение, хотя, конечно, более широко можно здесь говорить. у нас есть такая замечательная замечательный спихер Анастасия Пахарукова, которая ведет один из ее треков, она ведет два трека, технологии искусства учебной презентации, где в том числе рассматриваются и вопросы личного преподавательского брендирования, и вопросы продвижения себя, и вопросы продвижения в более широком смысле, то есть, как сделать учебную презентацию такой, чтобы ее захотели смотреть, а не просто бы бросили на первых двух-трех слайдов. Это, кстати, распространенная проблема, когда преподаватель приходит читать курс, и через после первого вебинара студенты начинают говорить, что с презентациями такого качества сталкиваться не хочется, и, в общем, высказывает свои претензии по этому поводу. Вот, поэтому очень важный для нас трек, который ведет Анастасия. Ну, и Анастасия, вот один из примеров, это первый ее вебинар, который прошел аж 4 сентября, в самом начале прошлого сезона. Я думаю, что мы будем повторять наиболее популярные вебинары из этого трека и в следующем сезоне. Назывался он «Особенности разных сервисов и приложений для создания презентации». Это был такой корневой вебинар, от которого пошли все остальные потом, потому что сначала здесь давалась информация о тех инструментах для создания презентации, которые вообще существуют, а потом в следующих вебинарах отдельные приемы рассматривались в свете этих инструментов. Не одного инструмента Powerpoint, а всех этих инструментов, которые были предложены. Ну и наконец у нее был, у Анастасии был такой курс, который мы тоже уже проводим второй раз, тоже будем в следующем году запускать обязательно, «Основы учебной презентации инструменты методики дизайн». Вот, пожалуй, и все, что я вам хотел сегодня сказать, про Директ-Академию наверное это все, про наши возможности тоже все, хотя можно и говорить и более подробно и останавливаться на отдельных возможностях ЭБС, более далеких от онлайн-обучения, потому что ЭБС в целом, конечно, является инструментом онлайн-обучения в широком смысле этого слова. Я жду ваших вопросов, если они есть, если нет, я собственно есть они или нет, я размещаю вот эту информацию о сертификатах. Сертификаты будут выданы примерно через 3 минуты после окончания сегодняшнего вебинара и приобрести их можно будет под вот этой вот ссылке. Эта ссылка ведет на страницу выдачи. Это страница поисков, в которой вы должны найти себя либо по адресу электронной почты, под которым вы зарегистрировались, либо по своей фамилии, имя, отчества, ну, любой, любой части. Вот, вы попадаете в список вебинаров, которые вы посетили. Любой из этих вебинаров сертификат, если вы еще не приобрели, то можете приобрести. Последний вебинар сегодняшний будет сверху находиться, надо ткнуть его название, попадете на страницу оплаты с кнопочкой оплатить красной. По этой кнопке запускается U-Money или то, что раньше называлось Яндекс.Деньги. Вот, там вам предлагается, по-моему, пару десятков способов оплатить через разные возможности. Вот, ну и после того, как доплата доходит к нам, если это по карточке, то она может доходить, ну, там, буквально несколько минут, вот, то у вас по этой же самой ссылке вы можете найти ту же самую страницу и кнопка оплатить превращается в кнопку скачать. Это все, что надо знать для того, чтобы приобрести сертификат за сегодняшний вебинар. Друзья, есть ли, еще раз задаю вопрос, есть ли у вас какие-то вопросы? И если нет, то будем сейчас потихонечку заканчивать. Ну что ж, ладно, друзья, спасибо. Это был мой последний вебинар в качестве спикера в этом сезоне. Как спикер я с вами прощаюсь до будущего сезона. В будущем сезоне обязательно продолжим с вами. До новых встреч в Директ-Академии. Ну, а я с вами прощаюсь как спикер до будущего сезона. Всего доброго!